Всем здарова, ребятки! Меня зовут Павел и рад приветствовать вас в новой серии выживания Stranded Elion Dawn с Пафнутием. Да, я его переименовал, потому что мне так проще будет себя ассоциировать с этим персонажем. Он у нас один, поэтому буду подгонять не на раз и теперь, а самого себя. Такие дела, чё у нас тут вообще с тобой, дружище, происходит-то? Пафнутий у нас теперь в умный, как вы можете заметить. Да, вот такой вот он у нас. Хитренький пневмония, средняя астма легкая, хроническая, неизлечимая, голод. Мгм, как много у тебя дебафов, дружище. Это не есть гуд, одежда. Ох, до свидульки. Земледелие понятно, лечение, интеллект, физподготовка. Так, павлентию с раннего возраста приходилось работать на урановых рудниках. Это всё понятно, это мы читали. Так, они уходят на раз. Ну, на раз, блин, я по привычке тебя назвал. Ну ладно, давай, короче, с тобой скопируем вот это всё дело. Примерно вот до сих вот пор. Да, каким-нибудь таким образом. И давай, строй эти полы. Нам нужно выходить на сушу. Ой, какой ты противный, какой ты противный. Ну я тебя перехитрил, я и твоих братьев всех перехитрю. Понял, да? Да. Это чё? Понятно, это ужин. Блин, а, наверное, это у нас обычная шипохвостая насекомая, да? Скорее всего, есть и побольше. Или поменьше, наоборот. Интересно, а у тех, что поменьше есть радиус, и он, наверное, если и размер насекомого меньше, значит и радиус поражения, его шипов тоже поменьше, и, соответственно, в большую сторону тоже работает, да? Может, нам чуть-чуть дальше стоит сдвинуться? А то у нас тут возле стены вроде как ресурсы лежат. Так, строй пол. Давай, давай, строй полы. Нам нужно с тобой выходить наружу. Вот тут вот есть гептогония, соберём. А чё у тебя по параметрам отдых 40%? Ага, расслабление, сытость, счастье на нуле. Блин, дружище, это не есть гуд. Это надо исправлять. Так, а мы ещё громад воду исследовали, да? Это хорошо. Исследовать ничего не надо. Иди сюда, собирай урожай. Пашка, давай. Шевели булками. А, ты не можешь. Блин, это не есть хорошо. Давай ещё один фундамент тогда. Так, пока он идёт до гептогонии, я разделю вот здесь вот грядку на две. Да, примерно так. А, чтобы по раздельности их собирать просто. Так, не надо ничего переносить, ты сразу... Блин, а чё ты... Эх, давай. Съешь сладкий сироп. Куда пошёл? А чё ты прям здесь кушать не можешь? Ну, собирай тогда остатки урожая, таракань до дома. Много ты неудач почему-то до сих пор терпишь. Это не... не круто. Давайте-ка план небольшой наметим. Сколько здесь еды? 70? Давай ещё чуть-чуть. Или завтра уже выйдем с тобой? Ладно, давай завтра. Значит, за ближайшие несколько серий план-барабан у нас такой. Будем крутить педали в надежде, что нам ничего не дадут, да? Во-первых, нужно ещё грядочку сделать. Это будут гептагонии. Ну, давай, доходи, кушай и восполняй свою шкалу отдыха. И расслабление желательно тоже. Прямо до утра поспишь, ничего страшного не случится. Ой, а сено-то сено. Ждать лечения в деревянной кровати, давай. А почему лечение? Потому что пневмония. Так. Автор русификатора мне тут написал в третьей серии, что можно делать антибиотики из вот этих кактусов. Кстати говоря, ссылка на русификатор по-прежнему находится в описании. Русификатор обновился. Версия 1.10 уже. Да, по-моему, 1.10. Так что переходим по ссылочке, говорим спасибо большое, качаем, пользуемся, радуемся жизни. Так, по грядкам. Давайте. Что мы вообще изучили-то с Пашкой-то? Гептагоний, тканецвет, зерновой початок. Ясно, понятно. Гептагоний вот здесь мы разместим. Хлопок пока не можем. Нам нужно изучать вот эту вот фигню сиреневую. Вот это тоже, но пока не критично, как и вот сиреневая фигня. Нам нужно позаботиться о запасах сена и о запасах какого-нибудь базового ресурса типа ветки и дерева. Так, ну давай займемся изучением тогда с тобой. Что-то проснулся? Нет. Доедает предыдущее блюдо. И слушай, я надеюсь, ты иммунитет выработаешь. Было бы супер. Кстати говоря, антибиотики из кактусов, это может быть и затратно. А ну-ка, перенеси сено на склад. Нечего ему тут валяться. И урожай вот этот вот не собирай. Отменю я тебе приказы. Смотри, как мы с тобой поступим. Мы возьмем гептагонию и как-нибудь желательно типа красиво вот так вот раз. Много ферм, немало ферм, как говорится. Иди высаживай гептагонии. Три целых грядки. Да. Далее нам нужно будет изучить ветки, я думаю, чтобы высадить их как-нибудь. Ой, а ветки же можно... А интересно, они здесь-то расти не будут? Да, к сожалению, я хотел, знаете, такие красивые поля сделать. И чтобы между полями росли вот кустики там или деревья какие-нибудь. Мне кажется, это было бы эстетично красивенько. Третье поле тоже засаживай. Еда поблизости это хорошо. 60 единиц соку у нас пока дома валяется. Вроде бы неплохо. Что у тебя по параметрам? Ой, а ты совсем не расслаблен, дружище. И время 11 утра. Возможно, тебе стоит перекусить прямо сейчас. Даже сесть посидеть и заняться исследованием веток. Да. Разместим сначала... Знаете, какой план на ближайшие серии? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Кушай сироп. План барабан примерно такой. Значит, грядки первые. Вот это у нас за еду отвечает. Зерно будет отвечать у нас за топливо. Также масло, антибиотики. Синтетическая ткань там впоследствии. Короче, ставки на зерно огромнейшие. Надеюсь, что броню нам в скором времени не потребуется крафтить. Так, иди. Посиди чуть-чуть. Для расслабления. А то ты слишком напряженный. Мне это не нравится. Хотя бы процентов 30. Не хочешь? Ну, как хочешь. Тогда исследуй лиственные кусты. И что у нас тут? 68 единиц сена всего. Ой, а тебе хватит, если что, разобрать-то вот это и потом построить заново. Ну, надеюсь, что да. Так. Еда. Топливо и так далее сказал. Ветки. Это наше топливо для камина, для факелов. Ну, вообще, вот все, что освещает нашу комнатку, это про ветки. Также ветки. Это у нас стены, наверное, на какой-нибудь сарай, если мы его... Если нам удастся разместить, отлично. В принципе, уже можно засаживать первые ветки, да? Давай-ка ты срубишь вот это все историю. Ой, подожди. Подожди. Если ты идешь домой, то с урожаем ткани. Надеюсь, получится. Неудача. Жалко. 21 час, пара-байнки. И еще неудача. Ну, блин. Ничего страшного. Мы еще научимся. А вот здесь высадим ветки. Потом нам нужно позаботиться о сене. Сена я вот здесь вот наблюдаю. Его тоже нужно обязательно изучить. Высадить как-нибудь здесь вот так вот аккуратненько. И дерево. Кстати, грибы тоже. Грибы как пища бы. А ты... Не-не-не-не-не-не-не. Я тебе что? Во вкладке расписания... Ой, какой фигни я тут наделал. Давай с нуля до семи. И вот так вот. Иди спать. Грибы. Грибы хорошо было бы изучить. Все-таки. Потому что грибы на полках долго лежат. Это хорошо. Да и плюс разнообразие пищи появится. Поэтому в этой серии будем много чего исследовать. Из местной растительности. Только вот загвоздка в том... Ну, кактусы далеко. О, да, к сожалению. Но еще дальше, судя по всему, деревня. Деревня, говорю. Хе, деревья. Нужно хорошо выспаться. На раз. На раз, говорю. Пафнутий. Вроде сам хотел переименовать. Но, блин. Непривычно. Ой, похолодание. Серьезно. Минус 19 снаружи. Ну, это не есть хорошо. Так. А что мы можем сделать с этим? Внутри 5. А, ну мы можем закрыть окно. Когда он проснется. Возле камина вроде температура плюсовая. Ну, такое себе 1 градус. Давай-ка, Пашка, закрывай окно. А что-то слишком холодно. И ты уже хорошо отдохнувший. Садись для расслабления. Потом сядешь, покушаешь. У тебя вообще что? Холодостойкость слабоватая. Все, вообще выше 6 градусов теперь. Так. Ну, у нас есть 10 единиц ткани. Но мы с тобой не изучили ничего, да? Открытие маленький лиственный куст. Ну, это палки, понятно. Давай изучим антибиотики и партняжное дело. Ты куда пошел? У тебя сейчас будет тяжелая гипотермия. Дружище. Ой, зато уже иммунитет к пневмонии выработался. Глядите-ка. Хорош. Так, палки чуть-чуть отнес. Так, давай-ка деревья и кусты вот к каким-нибудь... Ой, 75% роста. Но это же палки. Ничего страшного. Вот такая будет полоса между следующей грядкой. Давай сажай. Здесь мы разместим, наверное, хлопок. И потом еще полосу веток. Подожди, Пафнутий. Фермы. Большие кусты. Вот так. Сажай поле. А вот уже и 13 снаружи. Ну, ладно. Блин. Но сейчас 15 часов. Че у тебя по параметрам? Расслабление на 27. Слушай, давай сгоняем по Шурику за сеном, а? Попробуем его с тобой понаблюдать. Ковыряет в носу бритва трава. Чего? А, это мои кривые руки. Хе-хей. Я-то думал, оно не будет писать, что конкретно мы исследуем. И поскольку чисто визуально мне было похоже вот это вот ковыряние в носу возле растений на ковыряние в носу, я решил, думаю, ну, изменю слово наблюдает на действие ковыряет в носу. Вроде забавно, думаю я. А теперь выясняется, что тут пишется наименование того, чего мы исследуем. Ну, ковыряй в носу возле бритва травы. Че уж теперь поделать-то? Отлично. Сено мы открыли. Давай сразу три кусочка тут срежем, да и пойдем домой. Вот, отлично. Даже успеваем... А, нет, не успеваем. Ты придешь где-то к часу ночи только домой. Правильно понял? А палки внутри есть? Гипотермия у Пафнутия? Да, я вижу. Снаружи-то минус девять, а он максимум до шести плюсовых может терпеть. М-м-м-м. Уже умеренная гипотермия. Слушай, ложись быстрее в кроватку. А, ну конечно, сначала покушать надо. Но внутри с закрытым окном вполне себе приемлемая температура. Под утро уж, тем более. Все, покушал, иди спать. Просыпайся, посиди для расслабления. Может быть, даже прогуляешься. Исследовать деревья. Я тебя сейчас не буду отправлять. Все-таки похолодание. Это такое себе. Ты посадил, значит, здесь кусты. Молодец. А можем ли мы... Вот они здесь как вообще будут расти? 60% роста. Да это же неплохо вообще. Почему бы и нет? Вот красоты ради здесь вот разместить. Раз, вот так вот. Иди сажай. И вот здесь тоже. Ну, вырастет и вырастет. Так, хорошо. Эти грядочки готовы. Можно, кстати, даже... Не знаешь, что? Небольшой декор сразу вот здесь поле удалим. Вот это вот срубим. Физподготовка на пятерочку прокачалась. Хорошо. И много веток. Немало веток, правильно? Ну-ка, может быть, мы и бритва траву здесь разместим. Так, красоты ради. Давай, сажай. Ее здесь собирать вообще не обязательно будет. Так, бритва трава. Вот здесь еще сажай. И в центре гиптагония опять же. Хотя тут и ветки пригодились бы. Да пускай будет гиптагония. Давай, прокачивай свой уникальный навык земледелия. Вот какая красивая грядка. Так, хорошо. И теперь нужна грядка бритва травы там, где мы действительно будем ее собирать. Вот эта слишком большая, серьезно? А давай вот где-нибудь здесь разместим. Поближе к дому. У нас все равно в основном все из сена делается. Поэтому чем ближе, тем лучше. Дальше. Что ты пойдешь у меня делать? Кушать? Серьезно? Слушай, может быть, ты на обратном пути перенесешь палки как раз? Вообще будет замечательно. Похолодание исчезло. Еды на один день? Ой, а я и забыл. Ну давай, может, под конец дня за едой с тобой сходим? Почему бы и нет? Успеешь до 23-х-то? Так, вот этого вполне хватит. Переноси. Ой, подожди. Перенеси сироп. А эти 10 че куда? Ну ладно, оставляй здесь. Здесь грядочки какие прикольные получаются. Но нам, вы знаете, не хватает дерева, однако. Нам нужно будет... Что у нас тут вообще из дерева? Это стеллажи. Также дерево можно перерабатывать в ветки. Всякие столы производственные тоже из дерева. Мебель у нас. Из дерева. Ага. Ой, агрессивные животные. Да блин, вы че, угораете? Это че за... Анекдот, блин. А, маленькая шипохвостая насекомая. А эти-то какие гигантские. Так. Смотри, Паш, короче. Кушай. Или ты уже доел? Так. Давай как-то... Сноси, короче, вот это все дело. Я думаю, что вряд ли ты успеешь... Дойти до... Вот этого вот урожая. Так что сноси полы потихоньку. В какой они досягаемости-то? Ну, снесут и снесут. Вот если до сюда доберутся, ничего страшного. Давай себя обезопасим немножко. Так, надеюсь, не пройдут. Блин, нет, я очкую, ребята. Я очкую. Все-таки у нас тут рабочие руки одни. И если нас скушают, то мы все проиграем. Поэтому давай. Переноси все сено. Здесь вроде не должны достать. А даже если они достреливают до сюда, ничего страшного. Так, далее. Смотри, что мы с тобой еще делаем. Ой, пускай еда прям здесь лежит. Ничего страшного. Я хотел, знаете что? 148 единиц сена у нас есть. Хотел я... Эх... Подстилающий рельеф слишком неровный, чтобы растягивать конструкцию поверх него. Жалко, жалко. Ну, вот таким вот образом. Да. Даже, наверное, вот таким. Получается 7 на 6 или 7 на 7. Короче... Ой, а как ты это дело-то построишь у меня? Так. Попробую перенести дверь сюда. Не хватает материалов. 35 сена? Да ладно, вы гоните. А, ну тогда хотя бы пока что без вот этих вот. Сейчас хватает. Сколько здесь нужно? 90 где-то сена нужно, да? А, ты не можешь сюда пройти. Так, ну, блин. На раз. Переноси дверь обратно тогда. Че уж теперь. Объясню свои действия. Я хотел расширить как можно вглубь сюда дальше. На всякий случай. Вот от этих вот шипохвостых негодяев. Они достреливают где-то здесь вот. И не хотелось бы, чтобы они застрелили нам стены. Вот эти вот склады. Поэтому на одну клеточку вперед вот сюда я бы разместился. Вот так вот. Ну и вширь, естественно. Кстати, я могу. Ой, а мы даже как-то вроде... А, мы не можем. Жаль. Еще дальше мы не можем. А, ну и обнести стеной вот этот вот уголок. Расширить комнату немножко. Но это будет уже после того, как мы посадим базовый ресурс дерева. Кстати, что ты исследуешь-то? Антибиотики. Это хорошо. Но вот партняжное дело тоже было бы неплохо, если б ты изучил. Потому что со снарягой у нас с тобой... Ох, какая беда. Слушай, мужик. Давай партняжное дело сначала. У нас есть 10 единиц ткани. А вроде как этого хватает хотя бы на летние кроссовки. А, че вы? Перехитрили вас, да? Вот так-то. Они не стреляют, кстати, эти маленькие насекомые. И вот примерно до сих пор они доходят. Нужно уже какой-нибудь ориентир наметить. Вот до этого камня, короче, они стоят и тупят. Ну а мы пока, че, перемотаем. Так, Пафнути проснулся. Давай сразу строим грунтовые полы. Отлично. Затем до конца этого дня ты у меня будешь исследованиями заниматься. Да, однозначно. До конца этого дня только исследования. Затем пораньше ляжем спать. Подожди, а че тебе? Еще один пол прям не хочется достраивать, что ли? Так, вот ты можешь выйти сюда? Можешь. Относи сено и иди занимайся изучением. Пораньше ляжешь спать сегодня. По возможности, значит, сам. И мы с тобой пойдем в дальний поход. Так, грибы или дерево будем изучать с тобой? Нужно кинуть монетку. Где у нас тут ближайшее какое-нибудь дерево? Ну вот это вот фигня тут есть. Но она максимум пять дает. Плюс плоды свои какие-то тут. Как мне написали, чайные. Из них вроде как можно вкусный чаечек делать. Ай, блин, вот это далеко. Плюс здесь еще эти скорпионы тусят. Мгм. Так, все, слушай, там время уже двадцать один час. Ложись спать. Потом с утра покушаешь. А, надеюсь, носоточку восстановишь. Просторная спальня. Это плюс. Угу. А пока ты спишь, мы с ребятами тут полетаем. Посмотрим, куда бы тебя отправить. Желательно не в причинные места. Ай, блин, слушай, Пашка. А тут что-то прям совсем печаль, беда по дереву. Ой, а вот тут вот вижу широколистные растения. Так, ну до вредных привычек нам еще с тобой далеко. У нас базовых ресурсов нету. Как и в русском языке нет слова нету, однако. Так, четыре утра, дрыхнешь. Блин, ну, жалко, что поблизости нет ничего. Ай, подождите, вот же есть огромное пустынное дерево. Далеко, да, далеко. А поэтому, Пафнутий, а что ты, погулял, нет? Сядь, расслабься. Отлично, хотя бы на 60%. И еще погуляешь немножко, да? Молодец. А теперь мы с тобой совершаем длинный марш аж вот сюда. Ох, как далеко. Ноль градусов снаружи. Серьезно, серьезно. Болезнь, обычная простуда. Ну, давайте почитаем, что тут нам скажут. В последнее время я чувствую себя немного нехорошо. Наверное, это просто простуда, ничего не поделаешь. Но надеюсь, что не перерастет во что-то неприятное. Ой, да все будет хорошо, наверное. Так, у тебя и астма, и простуда. Ты вообще весь какой-то болезненный. Ой, тут вот прям камня так много. Тараканить его, блин, долго. А, и подожди, не сюда иди, а вот, да, вот сюда. Возможно, тебе придется лежак вообще здесь сделать и костер возле костра прям здесь переночевать. Так, мы тебя отзываем. Вот это вот наблюдать. И наблюдать за огромным пустынным деревом. Ковыряет в носу огромного пустынного дерева. Да, дела. Слушайте, а довольно большой промежуток времени у него это путешествие заняло. Смотрите-ка, уже 15 часов. А вышли мы, по-моему, с утричка, да, часов в 10. Долго ходите, Пафнути, долго ходите. Островок здесь такой уютный, неплохой. И грибочки, кстати, рядом есть. Может быть, сразу и грибочки изучить? Если они здесь, что у тебя тут по параметрам? Отлично, хорошо, открытие, оазисное дерево. Маленькие листья этого дерева позволяют ему выживать в суровом климате пустыни. Ему нужна богатая питательными веществами почва суглинок или ил, которые обычно встречаются вокруг оазисов. Вот почему я решил называть его оазисное дерево. Открывается посадка деревьев для добычи древесины. Так, сейчас у нас 20 часов. Так, Пафнути. Ну, объективно говоря, объективно говоря. Ва-ва-ва, заговорился. Где у нас тут есть камушек, если что? Вот тут вот, да. Короче, наблюдай вот за этим вот грибом. Он очень вкусный, я уверен, если его приготовить. Много времени это у тебя занять не должно. К утру придешь домой. Ну, в принципе, план барабан прикольный. Надеюсь, тебя не застигнет, не застанет или не настигнет, как правильно сказать-то, голод. Так-то 33% такое себе. Так, к обычной простуде добавляется легкая гипотермия, поэтому мы вот здесь вот делаем каменный костер. Сейчас ты пойдешь вот это вот добудешь прямо сейчас. Ой, а ты теперь босиком. Это вообще не круто. Срубай вот эти ветки. А, в принципе, уже утро. Ну, блин, минус 9. Умеренная гипотермия. Не надо ничего переносить, просто построй этот костер. А остатки этого камня не трогай. Пускай здесь валяется. Может быть, какие-нибудь агрессивные животные. Ой, а ты и кушать захотел, да? Так, ну, спальное место пока тебе не светит. Давай чуть-чуть поголодаем совсем чуть-чуть, но изучим. Снаружи, ну, уже теплее, да, возле костра-то изучать. Потому что вот здесь вот на этих квадратах минус 5, а рядом с костром 7. То есть мы от гипотермии... А, не избавились, она тяжелая. Ну, надеюсь, к утру уже 9. Температура-то возрастет. Ты у нас какую можешь переносить? Выше 9, серьезно? Ну, уже умеренная, смотрите-ка. Перехитрили мы игру немножко. Ну, жалко, ты голодный и отдыха у тебя маловато. 50% грибов, да? Не, Пашка. Это план говно. Туши костер. И вообще его... Ничего с ним не делай, короче. Его можно снести. Да и нафиг. Иди-ка ты домой. А то 27%. А ты что взял-то? Ветки? Блин. Не, ну ветки-то, конечно, хорошо. Ну, вот так-то ты быстрее побежишь, правильно? Правильно. Нужен тебе еще один денек восстановиться, сил подкопить, перекусить. Расслабиться, малеха, и вот сюда сходить грибы поизучать. Это явно ближе, чем вот те... Ой, как бы это место... Вот тадаль, да? Кушай, приятного аппетита. А ты откуда взял еду-то? Интересный ты парень, интересный. Далее заправляй вот эти все камины. Пакелов у нас нет, к сожалению. Но мы можем один сделать. Почему нет? Ложись спать. Да, до утра. Пока Пафнутий дрыхнет... Ох, ничего себе, вот такая площадь нужна. Нехило, однако. 38% роста. А мы можем... Две забабахать. Два дерева уазисных. Почему бы и нет, да? Где мы еще можем его разместить? 0% роста. Блин, жалко. Может быть, тогда где-нибудь... Вот здесь разметил парочку деревьев. Здесь тоже разметил. А сейчас Пафнутий нас покушает, погуляет. Наверное, мы еще... Блин, жалко, между этим делом не сможем. Ну, вот тут вот сможем построить... 43% роста. Давай тоже. Что, ты погулял, нет? Давай, высаживай оазисные деревья. Ой, вот здесь вот поближе. Сначала здесь посади. Я понимаю, что тебе прохладно, но... А ты что тут пошел вытаптывать какие-то грядки непонятные? Что за маршрут у тебя такой странный? Ты просто вытаптываешь грядку босиком? Удивительный ты человек. Удивительный. Блин, агрессивное животное. Не успел я. Че ты рубишь? Это ты так высадил, что ли? Ну, ладно. Высади еще здесь. Где там эти агрессивные негодяи? Ой, довольно близко. Хотя не. Нормально. Так, далее вот это поле удаляем. А что у тебя по земледелию? Ты до сих пор не можешь высаживать ткани цвет у меня, да? Так, ну тогда иди изучай партняжное дело. Подожди, а ты рядышком тут с тканью может быть где-то что-то? Нет, не где-то и не что-то, к сожалению. Вот эту грядку тоже удаляем, чтобы эстетичнее было. Ага, исследуй. Только предварительно убери за собой фундаменты. Я их все сношу, потому что если их у нас расстреляют и уничтожат, мы должны будем восстанавливать их в полную стоимость ресурсов. Все эти фундаменты разрушены. А если мы их предварительно снесем сами, мы с них хоть какое-то количество ресурса, затраченного, получим хотя бы. Поэтому я их сношу. Так что имейте в виду, я делаю это не просто так, чтобы избежать лишних вопросов. Так, 20 часов. Слушай, Пашка, может ты поспишь? Че у нас с тобой? Дерева тут нету, камня нету. А по базовым ресурсам что мы с тобой добились? Давай изучай партняжное дело пока что. Тараканы тебя не достанут. Да, точно. Значит, у нас есть зерно. Отлично. Ветки посадили. Сено посадили. Здесь есть, здесь есть. Для красоты, в общем, хватает. И для практичности. Дерево вроде тоже есть. А это че такое? Это вы решили короткий путь до меня дойти, да? Найти. По пище пока что гептагония хотя бы. Сырая пища, но хоть какая-то. Из грядок нам осталось разместить разве что хлопок. И грибы доучить. Высадить хлопок еще. И по поводу деревьев. Хотя бы вот здесь их нужно разместить. Вот здесь уж ладно, черт с ним. Удалим вот эти поля. Исследовано партнерное дело. Блин, Паша. Сноси вот это все нафиг. Деревянный стеллаж. Сколько ты с него получишь? Дерево. Он все равно здесь не к месту. Блин, всего две единички? Так мне не хватает на верстак, дружище. И снести мне больше нечего. Блин. Не круто. Ну... Тогда спокойной ночи, что сказать тебе, да? Больше и сказать-то нечего. Вот эти приказы мы отменяем. 63 палочки у нас есть пока что. Но вот если что, вот эти соберем. Ай, блин, каракожник тоже надо изучать. Я совсем забыл. Мы же не можем... Пашка у нас недееспособный в плане охоты, освежевания и так далее. Нам нужен какой-то аналог кожи. Блин, не получится, к сожалению, на каракожник-то забить. Блин, да. Потому что у нас есть мебель, кресло. Помимо этого, нам для какой-то одежды нужно будет... Нужен будет аналог кожи. Так, на одежду, на мебель. Возможно, на напольное покрытие. Но это уже роскошь. К этому пока что не стремимся. Так. Придется изучить его все-таки. После грибов. А давай-ка, Паша, с тобой тогда по пути к грибам все-таки разметим здесь деревья. Вот так вот раз. И увеличить поле вот так вот раз. Пускай растет, да? Наверное, даже вот так. Ничего страшного, что оно не казистое. Мы потом все равно это поле удалим. А деревья по мере роста срубим. По еде 90. Просто... Нормально. То есть восстанавливаемся. Ждем, пока тараканы уйдут. Идем изучать грибы. После изучения грибов захватываем какое-нибудь дерево по дороге. Вот, наверное, вот это вот. И у нас хватает материалов на верстак. Портняжный. Да, отлично. То есть мы сможем хотя бы простенькую одежду уже себе делать. Подкачивать немножко земледелие. Сбором урожая. Некоторых съестных вещей. И вы знаете, нам как можно быстрее нужны турели. А турели это значит электричество. А это топливо. Парам-пам-пам-пам-пам. А как бы нам с тобой так, Пашка, продумать-то? Я что очкую-то? Вы думаете просто так? Нет. Я просто переживаю за то, что... А если у нас уже пришли скорпионы. Вроде как год первый день 47-й. Скорпионы уже частые гости у нас. И большие, и маленькие. Хотя средние и маленькие, да, больших еще не было. Но появление такого разнообразия может значить, что к нам скоро могут прийти летуны. Очень не хотелось бы. Но против них у нас вообще нет никакого оружия. Мы не можем от них никак спрятаться. Они же будут атаковать тут все. А у нас тут всего 4 стены до крыши. Они просто пафнуть и заплюют. Чем там они стреляют? Не помню. Кислотной фигней какой-то. И прохождение на этом закончится. Не хотелось бы. Нужно идти к турелям и к электричеству. Но спокойно, без еды и одежды, мы до него не дойдем. Поэтому. А, не удается достичь зерновой початок? Почему? Ну, иди исследуй тогда. Ты же антибиотики недоисследовал. 53% давай. Вон они уже потихоньку уходят. Все. А, ты не дотягиваешь до сюда, да? Ну, вот так-то. Так, без одежды и пищи. Исследовать. Закрыться здесь и исследовать будет ошибкой. Парам-пам-пам-пам-пам. Давайте тогда, знаете, как поступим. Сейчас наберем сено. Где она у нас тут? Блин, далеко. Нет. Я надеюсь, что вот это сено все созреет. Пока мы ходим там, грибы изучаем и так далее. Сено наберем. Построим вот здесь вот эти фундаменты вширь. Вот здесь вот. Да. И расширим комнату, получается. Обнесем ее также каменной стеной хотя бы. Чтобы разместить здесь стеллажи, партняжный верстак. И вот эти вот базовые ресурсы также. И наберем пищи. И будем, да, заниматься исследованием. Примерно вот так. Так, надеюсь, я с курса не собьюсь. Кстати, можно уже начинать. А я вот не помню. По камень. Да? 96 или 99. Ну давай, короче, строй полы пока что. Что-то этот таракан тут тормозит, тупит. Тоже скоро уйдет, надеюсь. Ой, а ты вот как так иногда берешь впрок ресурсов, иногда тормозишь. А куда ты вот это все дело понес? Вот же у тебя все сено лежит. Какой ты странный. А если во вкладке действия стройку на первый приоритет сделать? Так, полы готовы. Так, полы готовы. Относи сено домой. Далее садись покушай. Ага. И ложись спать до утра. Предварительно, правда, нужно заправить камин. Все, спокойной ночи, Пафнутий. У нас тут созрел урожай. Мы его трогать пока что не будем. А вот это уже можно собрать, да? Это можно собрать и даже срубить. Но у нас пока нету стеллажей, ребят. Пока что нету, не имеем возможности это все дело складировать. Поэтому... Ой, канун Нового года. Замечательно. Восстанавливаем у Пафнутия характеристики. И идем доизучивать грибы. Канун Нового года. Заканчивается один год, начинается другой. Мы не знаем, что принесет завтрашний день. Но поворот времени вселяет надежду. Мы можем собраться и отпраздновать Новый год сегодня в 23.00. Конечно. Пафнутий проснулся. Покушал. Может еще сядешь для расслабления? Не может. Жетон уже на чиле тут игра нам пишет. Ну ладно. Хорошо. На этом сегодняшнюю серию мы, пожалуй, с вами закончим. В следующей будем придерживаться плана. Нужно будет вырастить вот эти вот... Высадить деревья, да изучать грибочки. Также их посадить. Это че? Понятно? А каракожник, к сожалению, тоже нам будет необходим. Но вы знаете, наверное... Кто как из вас думает-то вообще? Может, не стоит уделять на него сейчас время и больше стремиться к электрике? Не знаю. Нужно подумать. Ты опять хочешь есть? Серьезно? Ты же только что поел. Вот. Ладно. Большое спасибо, ребятушки, за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. С вами был Павел. Всем вкусного чая и добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok